Здравствуйте! США 2021 год. Военный бюджет предусматривает введение санкций против Турции. Основная экспозиция музейного комплекса Матена Даран откроется 8 декабря. В беседе с телеканалом Западной Армении президент Армена Кабрамян рассказал о резолюции по Арцаху, принятой Сенатом Франции, а затем и подавляющим большинством парламента. Здравствуйте, господин президент, Сенат Франции, а затем парламент Франции проголосовал по подавляющему большинству резолюций, касающихся Арцаха, западно-армянское телевидение. Хотела бы знать ваше мнение о результатах этих голосований. После того, как я следила за всеми дебатами в Сенате и парламенте, а также за ответами президента и правительства, я смог изучить, как Франция может скрыть войну в Арцахе и обойти вопрос о ратификации и выполнении сербского договора в его столетний юбилей. Сценарий хорошо пропитан нефтью. Арцах сегодня платит цену международной защиты Турции, даже несмотря на то, что Азербайджан и Армения потеряли целые ряды своего государственного суверенитета. Любому специалисту очевидно, что признание Арцаха может быть эффективным в международном праве только в том случае, если Западная Армения решит легально отделиться от него. Действительно, повторяю, что Арцах неотъемлемая часть Армении 1920 года, поэтому советское законодательство, даже если бы оно применялось в свое время, ущерб этому вопросу сегодня уже не имеет силы закона. По закону, исключительно по закону, границы Турции и Азербайджана начинаются там, где заканчиваются границы Западной Армении. После того, как об этом сказано, дверь остается открытой для геноцида, этнических чисток, войны до полного стирания армянской идентичности. Этот сценарий признания Арцаха Франции в ущерб партификации сербского договора и его применению в столетний юбилей был обдуман и инсценирован теми же людьми, которые в 1987 году и вновь в 2001 году само провозгласили себя защитниками армянского дела. Об этом свидетельствует статья 2 резолюции Европарламента о политическом решении армянского вопроса. Считается, что трагические события, произошедшие в 1915 по 1917 годы против армян, проживающих на территории Османской империи, представляют собой геноцид по смыслу конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него приняты Генассамблей ООН. 9 декабря 1948 года признает, однако, что нынешняя Турция не может нести ответственность за трагедию, переживаемую армянами Османской империи и решительно подчеркивает, что признание этих исторических событий геноцидам не может привести к каким-либо политическим, юридическим или материальным претензиям к нынешней Турции. Полное интервью доступно на нашем сайте. В эфире телевидения Западной Армении культуролог-публицист Корене Акапян представила термин «общая культурная политика» и ее теорию, относящаяся к развитию мировой культурной политики и ее ведения в Армении. Она отметила важность национальной культуры, сохранение перспективы развития в Республике Армения, культурном наследии, оставленном в Западной Армении и в судьбе, попытках кочевых племен, заявить о себе и т.д. Корене Акапян подробно остановилась на внешней культурной политике, о роли кинокритиков, литературоведов, произведениях других сфер культуры. Интервью доступно на нашем сайте и на YouTube-канале. Комплексная миссия ООН готовится направиться в Арцах для оценки гуманитарной ситуации в регионе. Как передает Армен Пресс, со ссылкой на ТАСС об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В регионе действует Международный комитет Красного Креста, готовится к отправке в Нагорный Карабах комплексная оценочная миссия по линии ООН, отмечает она. По словам Захаровой, российская сторона находится в плотном контакте с соответствующими армянскими и азербайджанскими структурами по решению гуманитарных вопросов, а также работает с заинтересованными международными структурами. Межведомственный центр гуманитарного реагирования продолжила она, наращивая активность по содействию беженцам, которые возвращаются в места прежнего проживания в Арцахе. Число вернувшихся с 14 ноября приближается к 30 тысячам человек. Ежедневно переселяются 1-2 тысячи человек. Начались мероприятия по доставке гуманитарных грузов, указал официальный представитель МИД РФ. Практически во всех населенных пунктах Арцаха, в том числе в Степанокерте, восстанавливаются здания, поврежденные во время войны. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает Министерство городостроительства Арцаха. Продолжается восстановление поврежденных в ходе войны образовательных учреждений, многоквартирных домов, крыши и т.д. На первом этапе выполняется установка кровли, дверей, окон. На втором этапе начнутся работы по внутренней отделке. Продолжается обеспечение жителей строительными материалами для восстановления разрушенных домов. При необходимости ведутся работы по ремонту домов и квартир, предоставленных Министерством территориального управления и развития Арцаха для размещения эвакуированных жителей. В сельских районах Арцаха, которые долгие годы не были заселены и предоставлены эвакуированным семьям, также ведутся ремонтные работы. Проект оборонного бюджета США на 2021 год, финансовый год, распространенный американским конгрессом, предусматривает введение новых санкций против Турции за приобретение ею российских ЗРК С-400. В частности, президенту США предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести 5 или более санкций в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400, сообщает Армен Пресс с ссылкой на interfax.ru. Санкции могут быть введены в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций. Действующим законом Турции за сделку с Россией запрещены продажи истребителей F-35. В целом, законопроект предусматривает на 2021 год, финансовый год, расходы на национальную оборону в сумме 732 млрд долларов, включая 69 млрд долларов зарубежных расходов. Основная экспозиция научно-исследовательского института древних рукописей Матанадарадского музейного комплекса имени Мисропа Маштоца откроется 8 декабря. Как сообщает Армен Пресс, сообщение о публикованном на официальной странице Матанадарана в Фейсбуке говорится, что посетители смогут прийти в музей со вторника по субботу с 10.00 до 17.00 часов. Выставочный комплекс Матанадарана вместо прежнего одного теперь состоит из 12 выставочных залов, в которых представлены сотни экспонатов, предназначенных для постоянных временных эксклюзивных выставок. Примерно из 20.000 рукописей Матанадарана представлены полные рукописи, фрагменты рукописей, документы, старинные книги, образцы дорогих обложек, отдельные миниатюры и другое. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию нож царик нерсэш норали. Полная версия видео представлена на официальной сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!